Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Сегодня поговорим о свободе выбора. На самом деле есть ли она? Потому что некоторые люди считают, что есть, а кто-то считает, что нет. Квантовые физики недавно обнаружили, что у человека наступает определенный импульс примерно за одну секунду до принятия решения, то есть нейронный импульс. Соответственно, тогда остается вопрос, а что же такое свобода выбора? То есть человек просто осознает тот выбор, который сделан, или он может реально влиять на события, то есть сначала сделать выбор, а потом уже осуществить его. Другие же люди, которых мы назовем, наверное, эзотерики или философы, которые наблюдают жизнь, они имеют другое мнение, что дух управляет телом, и он может принимать решения и осуществлять их. То есть сначала идет принятие решения, то есть суждение, а потом уже, конечно же, его осуществление. И это можно тоже легко проверить. Когда вы возвращаетесь в какие-то случаи своего прошлого, вы находите там решения, которые были приняты когда-то давным-давно, ну если смотреть на время с линейной точки зрения. И теперь они влияют на нас, то есть самым неожиданным образом мы можем вечно твердить, что у нас нет времени, а когда мы отправляемся в прошлое, мы находим этот постулат, это суждение и обнаруживаем его, потом удаляем оттуда негативный заряд, и это суждение перестает на нас действовать. И мы внезапно ощущаем, что у нас куча времени, что у нас его полно, что мы можем осуществлять то, что задумано в те промежутки времени, которые хотим. Поэтому получается, что свобода выбора в данном случае двояка. То есть мы можем делать определенный выбор и наблюдать последствия, те, которые, ну собственно, после этого выбора идут. Но самым важным моментом здесь, конечно же, является осознанность. То есть осознаем ли мы, что этот выбор сделан нами, а не просто кем-то другим. В данном случае многие люди сетуют на обстоятельства, говорят, что такова жизнь, или что это, например, какие-то божественные силы, затмение луны, или еще что-то в этом роде. Но мы зачастую не видим простых вещей, то есть что наши собственные суждения влияют на нашу жизнь. Вот об этом я как раз хотел сказать. Когда мы видим это, то мы, конечно же, и понимаем, что некоторый выбор сделан был еще раньше, и мы просто не обнаружили эту взаимосвязь. А когда мы ее обнаружили, то мы видим, что он был сделан, но в какой-то период времени до этого. Поэтому, когда мы говорим о свободе выбора, важно пронаблюдать, что это за выбор, как он был сделан, когда был сделан. И тогда мы обнаружим последствия этого выбора. Потому что я сам неоднократно наблюдал, что каждый выбор, он присутствует в жизни. То есть мы можем выбрать то или иное. Другое дело, что, конечно же, мы можем действовать под, ну, скажем так, на нас могут влиять какие-то действительно обстоятельства. Мы можем быть в не очень хорошем состоянии сделать выбор, не прислушаться к собственному внутреннему авторитету и пойти на поводу у других людей. Соответственно, совершить ошибку. Но, конечно же, важно признать это. Если мы совершили ошибку, то всегда мы можем переделать это. То есть не отвергнуть наш выбор и сказать, а, нет, это не мы сделали. А признать, да, что мы совершили ошибку, что я совершил ошибку. И исправить ее, то есть взять собственное решение, отменить и начать жить по-новому. Вот в этом и есть свобода выбора. В этом может сделать каждый. Вы можете попробовать это. Обнаружить в прошлом негативные суждения, когда вы сделали неверный выбор, совершили ошибку или совершили какой-то проступок. И, обнаружив его, удалить оттуда негативный заряд путем воспроизведения случая, когда он был сделан, этот выбор. То есть перепрожив его до момента облегчения, пока вы не почувствуете, что это негативное суждение на вас больше не действует. И тогда вы можете принять новое суждение осознанно, которое будет повышать ваше выживание. То есть то, которое направлено на улучшение качества жизни. И жить согласно нему. Вот в этом и будет свобода выбора. И когда вы проведете этот эксперимент, эту практику, опишите, что у вас получилось. Как у вас получилось удалить это негативное суждение. И что произошло, когда вы приняли новое суждение, направленное на выживание. И как оно теперь влияет на вашу жизнь. Потому что те негативные суждения, они могут влиять неосознанно на вашу жизнь и приводить к каким-то трагическим последствиям. А позитивные суждения, конечно же, будут осознаны и они будут помогать вам в улучшении качества жизни. Когда вы осознаете свою жизнь, то она будет наполнена вашим личным выбором. Друзья, если это видео вам понравилось, то поставьте отметку нравится, это палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Колокольчик для напоминания новых видео. Он тоже расположен справа. И там вы будете получать уведомления от YouTube о новых видео на моем канале, которые выходят ежедневно. И, конечно же, я вам желаю осознанности, правильного, корректного выбора. И мы увидимся скоро в следующем видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok